Итак, состоялся один из крупнейших обменов заключенными в российской современной истории, да в принципе истории. Издание «Инсайдер» опубликовало список полизаключенных, которых Россия и Беларусь передадут США и европейским странам. В перечень вошли американский журналист Эван Гершкович, российские политики Владимир Кармурза, Илья Яшин и Лилия Чанышева, а также правозащитник ликвидированного центра «Мемориал Олег Орлов», художница Саша Скочеленко и еще около 10 человек. В ответ западные страны согласились отдать России обвиненных в шпионаже Артема и Анну Дульцева, контрабандиста Вадима Коношенко, бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова и еще нескольких осужденных на Западе. Всего в обмене примут участие 24 заключенных. Курирует в процессе между Россией и США Турецкое управление разведки. Кроме него задействованы ЦРУ, Госдепартамент Соединенных Штатов и Белый дом. Значительную роль в обмене сыграл министр юстиции Германии Марко Бушман. На Ванкаре пройдет последний этап сделки. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал лично встретить полизаключенных из России и выступить с заявлением. О возможном обмене говорили в начале этой недели, когда по меньшей мере 10 полизаключенных в России были этапированы в неизвестном направлении. А затем из базы американского бюро «Тюрем» пропала информация о нескольких россиянах. Издание «Берска» утверждает, что переговоры между странами шли много недель. Договориться об обмене удалось после отставки руководителя службы оперативной информации и международных связей, также известной как «Пятая служба» Сергея Беседы. Беседа покинул свой пост после начала вторжения в Украину. Владимир Путин во многом полагался на информацию этой службы, утверждает проект «Важные истории». Однако ее сведения во многом казались ложными. Так, «Пятая служба» якобы утверждала, что российская армия на своем пути не встретит серьезного сопротивления. Итак, мы ждем обращения канцлера Германии Олафа Шольца по поводу главной новости сегодняшнего дня. Самолет с освобожденными должен приземлиться в немецком Кёльне этим вечером. Германия примет всех уже бывших политзаключенных, которых Россия освободила в рамках масштабного обмена. Дмитрий Песков заявил, цитата, «Мы прокомментируем в свое время, надеюсь, что сегодня». Конец цитаты. А без преувеличения историческом событии поговорим с Ольгой Романовой, главой фонда «Русь сидящей». Ольга, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, на самом деле, конечно, очень много эмоций сегодня и чувства смешанные. С одной стороны, большое количество, ну как большое количество, все-таки политзаключенные оказались на свободе и увидят свои семьи, и мы все будем радоваться вместе с ними и вместе с их родными. С другой стороны, в России оказались те, кто работал на Кремль, кто совершал заказные убийства, кто выполнял задания разведки. Что сейчас главное, на чем важно сделать сегодня акцент? Я уверена, что надо важно сделать акцент на тех, кто еще остался в России. Женя Беркович, Светлана Петричук, Мария Подомаренко, журналистка. На очень-очень многих, на Надежды Буяновой, педиатр, которая, собственно, прокомментировала, якобы прокомментировала гибель одного из родителей своего маленького пациента. На очень-очень многих заключенных, которые остаются в России, политических заключенных, в том числе, собственно, несовершеннолетних, в том числе детей, я бы хочу сказать, что вот буквально недавно, еще об этом никому неизвестно, 27 июля в СИЗО в Биробиджане погиб молодой совершенно пианист Павел Кушнир, погиб от голодовки, поскольку он ее объявил, и он был обвинен, собственно, так же, как и многие в терроризме. Статья 205.1, вот, собственно, та самая политическая статья. То есть то, что сегодня осуждены ребята, это очень-очень большая радость, и не только для них, не только для их родственников. Для всех нас, поскольку, ну, помимо того, что они несправедливо были осуждены, посажены в тюрьму и так далее, это еще и большая поддержка русских релакантов, иммигрантов, русских политических активистов, гражданских активистов, тех, кто вынужден был покинуть родину, и эта поддержка со стороны западных, правительств со стороны Германии, со стороны Америки, это, на самом деле, мы очень хорошо ощущаем сегодня. Ну вот Ксения Собчак в своем телеграм-канале вопрошает, были ли переговоры по Сафронову и Кагарлицкому. Вообще безумно интересно узнать, как принимаются эти решения. Действительно, на ваш взгляд, каким образом могли составляться эти списки? Эти списки предоставлял сам Запад, включая туда имена тех, кто ему интересен, или каким-то другим образом? Я думаю, что по каждому были очень большие согласования. Очень большие согласования, большая торговля. Я замечу, что в деле Ивана Сафронова двое. Иван Сафронов и Димури, он же Дитрих Воронин, который сегодня был освобожден. То есть, вероятно, Иван Сафронов тоже мог быть предметом переговоров, но его Кремль отказался? Его не отдали. Да, его не отдали. Значит ли это, вообще для чего Кремль это сделал? Юлия Латынина предположила, что таким образом Путин хочет доказать свою договороспособность. Согласны ли вы с такой оценкой? Вы знаете, мне кажется, что отчасти это так. Отчасти это так, но я думаю, что дело в том, что идет очень большая игра. Сегодня, конечно, исторический день, который надо запоминать и который будут изучать спустя десятилетия, а то и столетия. Как мы сейчас изучаем обмены на глиники-брюки, безусловно, это все так. И Путин, конечно, находится сейчас в совершенно другой позиции, нежели несколько месяцев назад. Я напомню, что пару месяцев, наверное, полтора месяца назад в Америку совершенно неожиданно прилетал Владимир Колокольцев, министр внутренних дел, который находится под санкциями. Там не было переговоров, больших встреч. Он привез явно совершенно мирный план Путина. Реальный мирный план, а не тот, о котором Путин говорит. И отголоски этого плана мы видели и в утечках, и в мирных предложениях Джонсона, и в мирных предложениях Трампа, и так далее, и так далее, и так далее. То есть Путин реально, действительно собирается, если не закончить эту войну, то сделать перерыв. И я уверена, что этот огромный процесс обмена с заключенными, а Путин всегда очень хотел, чтобы люди, которым он не нравится, не нравится его режим, уезжали. Он предпочитал всегда людей отправлять в освоясь, нежели держать их в тюрьме, в стране и так далее, и так далее. У него такая концепция. Собственно, сейчас он посчитал, что это как раз вот нужный шаг. Я хочу сказать нашим зрителям, что сейчас на экранах мы видим вот самолеты, которые участвовали в обмене в Анкаре. Сейчас они выруливают на взлетно-посадочную полосу. Пока не очень понятно, это самолеты, которые приземлились или которые уже улетают. Но, тем не менее, эти кадры, это кадры, имеющие отношение к обмену, который мы сегодня наблюдали. Я хотела еще спросить, вот Путин, получается, арестовывал всех тех людей, кого он арестовывал, западными паспортами, в том числе паспортами США, изначально готовя этот обмен, то есть это была такая огромная масштабная его спецоперация, которая, по сути, удалась, и получается, что это в том числе его победа сегодня? Нет никаких сомнений в том, что и ареста Ивана Гершковича, и арест Алсу Курмашевой, и арест немецкого гражданина, собственно, в Беларуси, там вообще была очевидная чистая вода провокация, все это было сделано ради обмена Красикова, который очень нужен Путину. Во-первых, Красиков сидит тут ровно пять лет, и все эти пять лет он молчал, что, конечно, Путин оценил. Он, конечно, личный убийца Путина, ну, такой ФСБшный убийца. Надо сказать, что всегда, всегда все власти, особенно российские власти, раньше советские власти, очень большое внимание уделяли тому, чтобы убийцы, шпионы всегда были возвращены для того, чтобы воспитывать новое поколение убийц и шпионов. Ну, собственно, вот обмен на мосту, там, Абеля, Фишера, это только подтверждает, а до этого, собственно, было очень много обменов, и Россия и Советский Союз доставали Рамона Меркадера, например, он похоронен на Кунцевском кладбище со звездой Героя Советского Союза. Или, вспомним, Лугового, ныне депутата, а вообще-то убийцы, убийца Александра Литвиненко в Лондоне. Это действительно настоящая такая пропагандистская и воспитательная работа режима, который, собственно, основан в том числе на террористических актах вне территории страны. Поэтому так долго не хотели отдавать Красикова, потому что, да, это воспитательная мера, чтобы на его место встали еще пять таких Красиков. Я думаю, что они встанут. Да, это еще один оттенок неприятной части сегодняшнего дня, который не получается не думать, потому что мы видели в последние дни новости о том, что Венгрия упростила въезд для обладателей российских и белорусских паспортов, и не хочется такую разводить киселевщину, говорить совпадение не думаю, но действительно сложно поверить в то, что это совпадение, что в те же самые дни, когда Красика возвращается на родину, в Европу открывается путь для российских потенциальных убийц и шпионов. На ваш взгляд, действительно ли эти два события могут быть связаны? Конечно, связаны. И до тех пор, пока Европа могла держать так или иначе оборону и не пропускать к себе уж всех подряд, теперь через венгерское окно, оно еще не открыто, но оно может быть открыто, скорее всего будет открыто. Конечно, хлынет поток кого угодно. И сегодня еще, конечно, целый день в голове крутится вот это «а если бы» Леонид Волков уже написал, что тот обмен, который состоялся, это по сути обмен Навального. На ваш взгляд, Алексей Навальный никогда не мог оказаться сегодня в том самолете, который приземлился, уже окажется в Анкаре и скоро приземлится в Берлине? Ну, дело в том, что этот обменный процесс был явно затеян очень давно. Я думаю, что он был затеян не меньше года назад. И, конечно, у него всегда фигурировала номером один фамилия Алексея Навального. Но Путин бы никогда, никогда бы не отдал Навального. Навальный это не Кара Мурзава и не Яшин. Особо, конечно, ему неприятно и совершенно, но это кровник. Это просто его кровник. И хотелось спросить про остальных политических заключенных, которые все еще огромное количество, большая часть находится и в России, и в Беларуси. Вот сейчас, когда этот обмен состоялся, их судьба каким-то образом изменится? Даст ли им что-то вот эта надежда, что их, может быть, когда-то тоже обменяют? Или, наоборот, для них как раз окно это закрылось? Нет, нет. Это нам всем дает надежду. Нам всем дает надежду. И я бы сказала, что это дает еще надежду тысячам украинских семей. Возможно, еще обмен на коллаборанты будет еще и военнопленных, и цивильных заручников украинских граждан, которые томятся в российских застенках ни за что, ни попросту. Что ж, будем следить за событиями. Новости все еще приходят. Мы до сих пор не знаем достоверно всех имен тех людей, которых путинский режим отпустил на волю. Ольга, спасибо вам большое за то, что нашли возможность присоединиться к нашему эфиру. С нами на связи Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая».